Приветствую вас. Я, конечно, не знаю многих деталей, например, откуда вы знаете, что у вас СПА, и, собственно говоря, какие вы используете средства для того, чтобы излечиться, ну, то есть, лечитесь вы или нет, принимаете ли вы, соответственно, какие-то препараты, короче говоря, заботитесь ли вы как-то о себе или нет. Вот. Я, конечно, всех этих вещей не знал. Мам сказать, что без этих нюансов довольно сложно о чём-либо говорить, потому что не очень понятно, это вы решили, что у вас ПА, или ситуация просто немножко другая, вы испытываете страх определённого рода, вы боитесь, и вы думаете, что это у вас ПА. Ну вот. То есть, здесь, конечно, нужно эти моменты различать. Далее. В том, что касается ситуации с физическим здоровьем вашим, то есть момент такой. Вам, во-первых, нужно обратиться к врачу всё-таки, потому что врач, он диагностирует у вас отсутствие либо наличие какого-либо заболевания, и, соответственно, если что, назначить вам лечение. Потому что, ну вот, пока на данный момент я могу сказать, что у вас есть явные проблемы именно со здоровьем. То есть, это конкретные проблемы именно со здоровьем. То есть, это не ПА, это не какое-то психическое расстройство, это именно проблемы со здоровьем. И они у вас достаточно серьёзные. Достаточно серьёзные, судя по вашему описанию. Вот. Соответственно, даже если, даже если вы будете работать с психологом, даже если вы будете работать с психологом, то ваше физическое состояние вам, по сути дела, может помешать добиться каких-либо результатов. Вот. Поэтому, для начала, перво-наперво обратитесь обязательно именно к врачу. Именно к врачу вам родитесь. Именно к сперва терапевту, чтобы дальше он вас уже направил на какие-то обследования. Вот. И вы всё-таки узнали причину именно расстройства вашего, допустим, ну, желудка и так далее. Вот. Это первое. Значит, дальше идём. Следующий момент важный заключается в том, что, что страх, который вы испытываете, страх, который вы можете испытывать, это очень приобретённое чувство. То есть, кто-то в вашей семье боялся, кто-то в вашей семье либо боялся смерти, либо посылал вам эту самую смерть. Ну, то есть, грубо говоря, желал вам её. И, соответственно, поэтому вы теперь её боитесь. То есть, страх – это всегда что-то приобретённое. Это никогда не бывает чем-то таким, знаете, именно индивидуальным. Потому что ребёнок, он, в общем-то, боится только того, чего боятся или чего негативно желают ему его родители, его близкие и так далее. Вот. То есть, в этот момент его обязательно нужно учитывать при разборе. Дальше. Вполне вероятно, что, поскольку страх смерти существует, то в глубине души подсознательно вы и хотите умереть как раз. Ну, возможно, возможно, вы хотите умереть. Потому что, возможно, опять же, возможно, потому что я не знаю. Полагаете, что так вы сделаете довольными своих, ну, близких, например, может быть, своих родных, своих родителей и так далее. Вот. И, соответственно, вы действительно сейчас переживаете те симптомы, да, которые могут быть при, например, ну, при, допустим, угрозе жизни. Но, естественно, вы не умрёте, конечно. Вы, конечно, не умрёте, но вы будете именно вот болеть. Тут нужно понять, ваше состояние это... Эм... 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 И... 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 Сознание? То есть, это психосоматический симптом... Симптом? Или это... Эм... Просто два взаимосвязанных фактора? Ну, вот, с точки зрения, например, эм... Эм... Психологии, да? Эм... Многие болезни, это следствие именно психических факторов. Вот. Поэтому я рекомендую вам обратить внимание на это. Эм... Эм... Ну, и... То, что касается... Эм... Самого страха, то... К нему, в общем и целом, эм... Применяется множество подходов, да? То есть... Эм... 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 свой, ну, собственный метод, идеально подходящий именно для вас, чтобы максимально эффективно справиться с этой проблемой. И дело здесь не в возрасте, то есть то, что вам в 17 лет ничего не значит, абсолютно. Вот. На самом деле, как бы здесь только в том, какой жизненный опыт вы получили. И какие переживания у вас были, то есть что с вами происходило. В результате каких ситуаций жизненных у вас вот такая реакция телесная образовалась на окружающих. То есть я так думаю, что вы не случайно выбрали именно па и именно страх. То есть это опять же, что такое страх, это слабость, да, это беспомощность. И вам хочется чувствовать себя, я полагаю, именно такой, именно беспомощным. Вам это нужно. Вам нужно чувствовать себя беспомощным, потому что иначе вы чувствуете себя никому не нужным, может быть, или что-то еще. Ну, в любом случае, внутренние конфликты, они тоже подлежат разбору, внутренние конфликты тоже рассматриваются в индивидуальной работе с вами и так далее. Соответственно, поскольку вам уже есть на 17 лет, вы имеете полное право обратиться к психологу, вот, причем не к детскому уже психологу, вот. И, соответственно, как взрослый и самостоятельный человек, собственно, работать над этой проблемой. И пока вам не много лет относительно, это все достаточно легко снимается, вот, чем дальше, тем будет сложнее. Поэтому не затягивайте с решением этой проблемы, вот, а лучше подумайте по тем направлениям, которые я озвучил, вот. И это станет, по сути дела, первыми шагами к решению вашей проблемы и первыми шагами к новой жизни, счастливой, без страха и, значит, первыми шагами к обретению свободы. И это не красивые слова. Ну, то есть это не просто красивые слова. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.